МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кстати, есть миф о том, что психологи знают здорово, как нужно справляться со стрессом. Даже если мы чувствуем себя эмоционально достаточно уравновешенно, при всем при этом напряжение, которое скапливается, передается мышцам. Ты весь какой-то съеженный, скукоженный, зажатый, все тянет, все болит, выражение лица какое-то зверское под вечер становится. Поэтому я хочу сегодня рассказать о комплексе упражнений, который мне очень помогает расслабиться и почувствовать по-настоящему хорошо. В целом об этом комплексе говорят, что он абсолютно нейтрален и подходит практически всем. Тогда начнем заниматься. Присоединитесь и вы к нам. Первое упражнение, первая асана будет называться «Поза месяца». Я предлагаю поставить себе ноги на полторы ширины плеч, то есть достаточно широкий шаг в сторону. Правой рукой мы медленно тянемся вверх, тянемся к звездам, смотрим на нашу ручку, на ладошечку наверх. Делаем вдох и на выдохе левой рукой мы начинаем скользить вниз по левой ножке. Продолжаем смотреть вверх. Опускаемся так низко, как вам это комфортно. Здорово, если получится потянуть вот эти мышцы, которые часто напряжены. Продолжаем тянуться, возвращаемся. Давайте в другую сторону попробуем. Итак, левая рука вверх на вдохе, смотрим на свою ладошку, правая скользит вниз по ноге. Эта поза очень здорово, помогает потянуть мышцы и почувствовать себя расслабленным. Надюша возвращается. А как долго нужно в той или иной позе стоять? В каждое направление сделать по 10 раз. Откуда ты узнала об этом комплексе? Узнала я как раз в тот момент, когда должно было быть меньше всего поводов для стресса, но на самом деле в моей жизни этот период был очень стрессовым. Это было в Нью-Йорке, я как-то там сходила с ума медленно и уверенно, потому что мне там очень не хватало того ритма жизни, к которому я привыкла. Мне там не хватало ощущения усталости какой-то от работы. И казалось бы, расслабляйся, читай, занимайся всем, чем хочешь. Ничего не хотелось абсолютно. По-моему, на рынок я шла тогда с Ванькой под руку. Я увидела вывеску о том, что йога для всех. И там какая-то бэйби-йога была, и детки были нарисованы. Я решила туда зайти. Там была совершенно замечательная тренер, которая мне не очень подходила время занятий, потому что Ване нужно было возить в школу и забирать в это время. Но она мне просто показала комплекс упражнений, которые для начала можно делать, пока я не перестрою Ваньки на расписании. И свое, чтобы ходить на занятия. Поэтому вот так вот я и узнала по случайности. Ну что, поехали дальше. Второе упражнение, которое точно понравится абсолютно всем, особенно тем, кто любит полежать. Вот мы попой так присаживаемся. Нужно лечь так, чтобы вся поясница была абсолютно прижата к полу. Для того, чтобы не было никакого просвета здесь. Так, удобно. Все умастили. Левую ногу мы сейчас будем поднимать к груди, руками обнимая коленки и натягивая чуть-чуть вот ножку на себя. Если тяжело прямую ногу держать, правую, вторую, ее можно чуть-чуть присогнуть. И вот так вот приятно, приятно потянули. Носочек можно потянуть вниз, можно поднять его вверх. Делаем вдох и выдох. Почувствуйте, как все тело расслабляется. Медленно и плавно опускаем левую ногу вниз. Делаем вдох. Делаем выдох. И правую ногу медленно взводим к груди, обнимая руками правую коленку. Конечно, очень интересно было бы понять, каким образом это избавляет нас от стресса. Если мы находим буквально 10 минут в день для того, чтобы побыть с собой наедине, не просто полежать с мыслями, о боже, какой кошмар, а посчитать вдохи, посчитать выдохи. И мы буквально переключаемся. Поэтому главная техника, которая поможет расслабить мышцы физически, мы их растягиваем. И второй момент, то, что мы просто начинаем уделять себе внимание. Здорово, мы уже два упражнения освоили. И переходим к следующему. Следующее упражнение называется «Кошка». Итак, мы опускаемся на четвереньки. Коленочками вниз. Руки мы удобно устанавливаем. Вот так вот напротив друг друга. Отжиматься совсем не нужно будет. На вдохе мы сейчас будем прогибать спину лопатками, тянуться к солнцу. Итак, вдох. Головочку вниз. Дышим. На пять тактов. Замечательно. На выдохе мы начинаем прогибаться. Тянем поясничку. И вот так вот хорошо, хорошо, хорошо смотрим вверх. И чувствуем, как все мышцы потянулись. Это упражнение прекрасно улучшает кровообращение. Оно снимает перенапряжение. Спиночку выгибаем, лопатками тянемся вверх, считаем до пяти. И прогибаемся. Макушечка вверх, лопаточки вниз, попа тоже кверху. Сколько раз нужно сделать это? Каждое упражнение лучше делать по десять раз. Можно еще покачаться, да, если уж совсем хочется почувствовать как-то тонус поясницы, да, расслабить заднюю поверхность бедер. Поднимаемся. И мне важно сказать, что это упражнение очень здорово расслабляет нижний отдел позвоночника. Анюта, твоя жизнь становится все более разнообразной, интересной, необычной и захватывающей. Ты осваиваешь профессию ведущей. И сразу у тебя получается это отлично. Какие у тебя впечатления? Поделись. Впечатления у меня какие-то завороженные, потому что это действительно абсолютно другой образ жизни. Когда я смотрела на тебя, приходя к тебе в гости, мне казалось, что ты это делаешь так легко, на самом деле сталкиваешься с тем, что это огромный процесс. Это колоссальное количество эмоций, переживаний, с которыми ты встречаешься каждый момент. Это потрясающая работа, это потрясающая возможность знакомиться с людьми, узнавать их истории, быть им полезной в этом. Следующее упражнение называется «Кобра». Мы остаемся вот на коленочках, в замок мы берем ручки за нашей спиной. На выдохе правая рука идет вверх, левая за спинкой складывается удобно, и мы там пальчиками соприкасаемся. И буквально вот мы в таком замке вытягиваем себя немного вверх, правой рукой, правым плечом мы продолжаем тянуться вверх, делаем вдох и выдох. Давайте поменяем руки. На выдохе левая рука вверх, мы сцепляемся в замочек, и теперь левая рука, левое плечо тянется вверх. Вдох и выдох. Вот здорово не спешить с этими позами, побыть в них какое-то время. Это упражнение вытягивает позвоночник вверх, и правда как-то легче дышать. Раскрывается грудная клетка, невольно дышишь полной грудью, расслабляешься, и ощущение, что быстро, как-то качественно отдыхаешь. Йоги говорят, что если нет возможности спать, как рекомендуют, 8-9 часов, вообще звучит как фантастика, такое количество времени спать спокойно, я не думаю о том, что я все проспал в этой жизни. Медитация – хороший способ. Отдохнуть качественно в очень маленькие сроки. Следующее упражнение для женщин – это просто то, что нужно. Если болит живот в какие-то сложные критические дни, это упражнение занимает боль. Мы сейчас с тобой перемещаемся на руки, стоим на четвереньках, теперь мы опускаемся попой прямо на ножки. Вот мы так вот уехали. Голову лбом мы кладем на коврик, на пол, руками мы продолжаем тянуться вперед. Вот пусть они уползают от тебя. Вот так вот далеко-далеко-далеко-далеко они поползли. Вытягиваем поясничку. Уже утянулась? Голова вниз. И теперь можно хорошо потянуться и медленно, очень медленно подниматься. Поднимаемся мы на руках, отползая назад. Мы резко не встаем никогда, если мы делаем любые упражнения, которые помогают нам потянуться и растянуться. Это облегчает боли в шее, очень здорово снимает боли в спине и действительно растягивает позвоночник. Удивительно, как такие простые упражнения наполняют тело какой-то энергией, действительно ощущением, что мы отдохнули, готовы к новым подвигам. И вообще, что такое стресс? Ну, возвращаясь к жизни, которая, к сожалению, полна стрессами. В проекте «За живые». Какая из историй, которые ты уже узнала, тебя больше всего поразила? Это история о тех детях и родителях, которые столкнулись с онкозаболеваниями. И в знакомство с врачами, которые умеют как-то вразумить взрослых, которые часто не готовы поверить в то, что ребенок болен, в то, что надо отказываться от всех страхов и бросаться в бой с этой болезнью. Это было пятое упражнение? Это было пятое упражнение. Видишь, как несложно, быстро и совершенно запросто можно привести себя в порядок и в здоровье. Анют, спасибо тебе огромное за то, что ты нас в очередной раз спасла. На этот раз от стресса. Привет, Ютюб! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!